Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Почему так много родительских суббот в течение Великого Поста? Ну, как минимум три, там от некоторых совпадений это зависит, но почти всякий пост, три, а то и четыре родительских субботы, вторая, третья, четвертая неделя Великого Поста, вернее, суббота, накануне очередной недели, это бывают поминальные. Суббота шестой седмицы бывает Лазарева, суббота пятой седмицы бывает субботой Акафиста, значит, точно сказать, именно три. Ну, имеется еще среди подготовительных недель к посту мясопустная родительская суббота, накануне заговняно мясо, накануне недели о страшном суде, накануне масленицы. Ну, так что, можно сказать, четыре относящиеся к Великому Посту, дня поминовения усопших. Вы знаете ли, дело в том, что поминовение усопших, оно ведь какого по преимуществу молитвенного содержания? Разве благодарственного или просительного? Нет. Оно по преимуществу содержания покаянного. Мы просим прощения грехов почившим, мы просим милости к нам самим, и таким образом это богослужение составляет очень здоровое и основательное единство со всем духом Великого Поста. Так что суббота – традиционный день для поминовения усопших в Православной Церкви, а кто их на каждый глаз в субботу располагает канон и стихиры памяти и молитвы об усопших. И Великим Постом вот те самые субботы, которые мы с вами перечислили, 2, 3, 4, 7, являются наилучшим временем для всецерковного усердного поминовения своих усопших близких, сродников и приготовления самих себя к этому ответу пред Господом на его суде финальном в человеческой истории. Если мы Постом, в принципе, призваны облечься в эти ризы покаяния, памятования о смерти, то именно заупокойные богослужения замечательно в этом нам содействуют и являются большим благом и для тех, кто молится, и для тех, кого упоминают в этих заупокойных богослужениях. А службы действительно бывают особыми. В пятницу вечером, как правило, совершаются чтения 17-й кофизмы посреди храма. Неоднократно высылаются ектеньи об упокоении усопших. Особые стихиры поются, так называемые мертвены, которые в течение обычного года опускаются, вместо них поются мученичны или стихиры памяти всех святых в субботний день. Так что это замечательное средство взбадривания духовного для самих богомольцев. Ну и свидетельство нашего единства с Церковью Небесной, к которой мы чаем и уповаем принадлежат и почившие наши близкие в вере и благочестие живут свой совершившие. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...